в своей сумке я все-таки обнаружил мешочек с батарейками вот я расстроился думаю последние минуты перед заходом солнца ничего не поснимаю вот поэтому продолжаю сейчас идти по улице коммунистической сторону кинотеатра родина не не поворачивается у меня язык называть и кинолэндом вот как-то не поворачивается и все как собственно говоря и старые название какое имеет отношение кинолэнд к россии никакого восточная пруссия на тоже никого отношения не имеет поэтому кафе пруссия нос правильное название может не патриотичное с точки зрения россии но правильно с точки зрения историчности что находится на территории бывшей восточной пруссии все равно это историческая область остается как таковая вот так кинолэнд это вообще название англоязычное англичане тут когда собственно говоря в этом регионе не хозяйничали их самый существенный вклад в историю кенигсберга на рабов заключался в том что они кенигсберг исторический центр разбомбили вот ну вот они разбомбили а мы их языком назвали наши кинотеатры как говорят это на мой знакомый где логика логики никакой назвали кинотеатр на том языке на котором разговаривают как противники россии так и противники германии и немцев как таковых поскольку англосаксы они постоянно россию и германию сталкиваются для решения своих собственных интересов они понимают что единение или прочный экономический политический военный союз между россией и германией совершенно вытеснятых как с европейского так и с азиатского континента поэтому они все делают для того чтобы нас поссорить чтобы мы побольше другу друга народа поубивали это дом культуры железнодорожных вроде бы я уже сусмотря уже начинаю путаться но сейчас там дом творчества молодежи и юношества вот потом остановку такси рядом с кинотеатром родина который сейчас перед нами и и так обгородили палатками такими коммерческими так сказать облагородили сделали цивилизованными цивилизация она имеет вид каких-то разноцветных ящиков квадратных цивилизация наводит уныние таксисты даже не остановка таксист таксисты стоят сбоку там вот возле суда греются вот а суд раньше был райкомом кпсс балтийского мне конечно форма нам этих райком и обкома тоже не очень нравится вот ностальгии у меня нету по кпсс бьет он в состоянии которое я застал вот хотя сильные стороны конечно были но уж слишком сильные гибкости не хватило и здравого смысла так сказать если говорить по большому счету вот это как бы центральная площадь балтийского района как я и уже оборота административно-культурный центр кинотеатр райком партии вот это улица киевская дальше пошла туда ну пройдусь все меняется вот кому-то тоже захочется сказать со мной прогуляться по улице киевской глядя на монитор вот храм рождества благородицы который был немецкой киевской во всяком случае до сорок пятого года потом здесь всякие были склады был баскетбольный зал можно сколько угодно там рыдать на том как мы зверски там относились к зданиям культовым вот тем не менее вот в конце концов решение было принято вернуть эти здания к своему первоначальному назначению только немного в рамках другой регионной конфессии нашей конфессии протестантизм или ветеранство немецкое оно в общем-то имеет много положительных но уж слишком это практичная такая религия который для души отводится мало места все таки а вот практике в жизни прагматизму вот это первейшее дело вот если я не ошибаюсь особенно ярко это выражено по моему в такой религии протестантской как как кальвинизм вот я не буду утверждать то что голову пришло то что если ты благоденствуешь при своей жизни то бог уже обратил на тебя внимание и благословил значит он считает свою жизнь правильной и праведной из-за этого вознаграждает тебе богатству ну тут уж снова материальное богатство может там на годе много детей это тоже относит относилась сейчас относится к положительным моментом вот а вот если ты бедный а еще не дай бог нищий то значит бог тебя как-то не любит за что-то за что там правда тоже наверное имеется объяснение вот то есть воздаяние божье наступает уже на земле при твоей жизни тебе твоим детям твоей семье твоему бизнесу твоей работе в общем все так слишком наверное материализовано вот о том что будет потом потом еще тоже по шапке надают там на том свете там я неглубоко знаю кальвинизм или протестантизм в плане души ее бессмертия понятия греха понятия добродетели понятия добродетели понятия воздаяния за грехи или за праведные дела вот уже подхожу можно сказать как к окончанию своего пути приближаемся мы по улице киевской балтийскому рынку который назывался колхозным рынком длительное время в советское время вот интересно что между вот этих домов пока еще ничего не построили странно почему эту дыру еще никто не купил и не залепил какими строениями по москве тоже хорошо просматривается когда буквально каждый клочок земли старается заполнить чем-то дающим выгоду и прибыль ну все таки строительство это дело хорошее тут что не скажешь вот когда просто банк делает деньги из воздуха это плохо а когда строят и получают прибыль то тут зла наверное меньше если это не идет слишком спекулятивно ну сейчас зайдем во двор смотри отсюда я сегодняшние видео съемки свои и начал вот из вот из новостроек вот то что я уже снимал так вот это вот у нас площадка тут такая построена передуман тут раньше были колдобины лужи вот машины тут заходили вот сейчас ее вот закрыли на замок чтобы посторонние машины сюда не заезжали здесь вот разбили гумбочки небольшие что хорошо вот а вот этот столб поставили ну буквально вот только только что вот теперь он светит вот этот участок вечером освещен буквально вот может быть вчера позавчера вот а сначала поставили вот этот столб с двойной опорой только эта столбовая сеть развивается ну тут вот пока вот такой тротуар перед домом из таких плит тоже романтика что за плита фиг ну тут всё приемл все и Субтитры сделал DimaTorzok